В деревне Лютивля Вышневолодского городского округа в соответствии с планом газификации Верхневожья проведены строительно-монтажные работы. Наши коллеги из ТРК Вышневолодское телевидение побывали в домах местных жителей, у кого уже появился голубой огонек. Татьяна Хорова хлопочет по хозяйству. Идет заготовка яблочного сока на зиму. И тут новая газовая плита как раз кстати. Дома у Татьяны Евгеньевны тепло и уютно. В такой атмосфере приятно и гостей встречать. Кто сталкивался с дровяным утоплением, знает, что это такое, насколько это трудоемко, энергозатратно, так скажем. И не всегда чисто. Все равно котел работает. Поэтому газа мы ждали, ждали давно. Исполняющая обязанности главы города Вышневолочок Наталья Рощина осмотрела кухню. Вот двухконтурный газовый котел, обогревающий дом. В каждой комнате стоят радиаторы, позволяющие установить комфортную температуру воздуха. На страже безопасности специальные газоанализаторы, которые моментально уловят утечку метана. Знаете, мы, может быть, еще не успели как следует все это понять, поскольку газ подключен в две недели только всего. Но то, что мы уже не топим печки, то, что у нас уже постоянно дома тепло, это, конечно, как бы сразу заметно, это чувствительно. И, конечно, это здорово. И Рейде Петровой 88 лет. Большую часть жизни она прожила в Лютивле. И каждый день, как по расписанию, у нее начинался с растопки печек. Теперь ее дом согреет природный газ. Новая плита уже установлена. Дело осталось за батареями. Еще более такое давнее желание людей газифицировать вот эту сторону. Сторону красивую. Это сторона Лютивля, Борисского, Приозерный. И территория города – это улица Мещерского. Проект очень серьезный. Проект за счет спецнадбавки «Газпрома». Проект, который реализуется по программе областной газификации Тверской области. Газификация деревни Лютивля стала значимым событием. Ведь у местных жителей появилась возможность отказаться от баллонного газа и в полной мере повысить качество и уровень жизни. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова